Алтайский край Борнаул продолжает выходить на мировой уровень в мире спорта. 5 февраля состоится 17-й международный турнир OpenFC. Это профессиональная ММА-лига, которая объединяет спортсменов со всего мира, в том числе профессионалов из Алтайского края. О идее провести турнир в Борнауле и о его организации поговорим сегодня в студии. У нас в гостях профессиональный боец ММА, действующий тренер Тим Стрела Борнаул Шараф Давалд Муродов и мастер спорта по панкратиону и армейскому рукопашному бою Николай Нестеров. Ребят, привет! Привет, привет! Ну и чтобы ввести наших телезрителей в курс дела, давайте посмотрим анонсирующий видеоролик про этот международный турнир и продолжим разговор. Вечер титульных боев в Борнауле. 5 февраля. Лига OpenFC проведет 17-й международный турнир по смешанным единоборствам. Главный бой вечера. Жесткое противостояние средневесов. Одинокий волк Михаил Царев против Нарсултана Рузибоева по прозвищу Черный разыграют титул чемпиона OpenFC. Король Севера Александр Маслов идет за второй защитой пояса в тяжелом весе. Но здесь его ждет непобежденный боец из Израиля. Адам Кереш готов открыть новую чемпионскую точку на карте OpenFC. Вячеслав Свящев из России и Матео Сантос из Бразилии уже давно хотят посмотреть друг другу в лицо и выяснить отношения по-бужски. На OpenFC 17 мы узнаем имя нового временного чемпиона лиги в легчайшем весе. Вас ожидает выступление Игоря Глазкова, Евгения Бондаря и многих других известных бойцов из Сибири. Билеты на openfcmma.com Все, Шараф, давай к тебе первый будет вопрос. Как к организатору расскажи о идее провести такой крупный международный турнир в Барнауле. С чего все началось? На самом деле, когда начинали по профессионалам выступать сами, уже ребята с Алтайского края, скажем, у нас единицы было так изначально. Мы хотели, искали, желали, ездили по разным регионам, выступали по профессионалам. И это было очень сложно играть на чужом поле. На данный момент мы договорились, я дрался сам в этой лиге OpenFC пару боев перед тем, как подписаться за океан. И у нас появилась идея, чтобы сделать совместную площадку профессиональной арены уже, так скажем, в Алтайском крае. Чтобы молодые ребята, которые хотят перейти в профессионалы, был трамплин, так скажем, для больших лиг, чтобы набивали тут рекорд, дрались, получали опыт. И уже уходили в большие лиги мировые. Такой турнир в Барнауле проводится впервые, да, такого масштаба. Что это будет значить для ММА в Алтайском крае? Ну, для смешанных единоборств, так скажем, не только ММА, да, там разные виды спорта, объединяющие школы, так скажем, федерация Панкратион, которая нам помогает в лице Александра Нехорошего. Он должен был тоже прийти на интервью, но сложились обстоятельства определенные. Для, в целом, так скажем, это большой толчок именно для профессионалов. Скажем, для, ну, так, давай не будем врать, что по поводу любительского спорта мало кто знает, ну, о представителях региона. Все начинают говорить, когда у нас уже появляются какие-то большие профессионалы. Все начинают делать определенную ассоциацию, например, вот Александр Шлеменко, сразу ассоциация с городом Омска, да, Андрей Корешков. И также череда других городов, например, Хабиб, да, скажем, Дагестан, сразу есть ассоциация. Ну и вот мы также хотим создать школу профессионалов, чтобы было, например, там, пару ребят, которые уже можно было говорить, да, это Алтайский край, там, круто, значит, смешанное единоборство реально там есть. Если у них даже есть определенная команда по профессионалам и определенная своя система школы и так далее. Коль, ты один из участников этого крупного международного турнира. У тебя огромный послужной список в мире спорта. Расскажи, как ты готовишься к своему поединку, кто твой соперник и что ты о нем знаешь? Получается, готовимся мы уже в течение месяца, как, грубо говоря, Новый год прошел, так и плотно включились в работу. Мы проводим сейчас, в данный момент, по две тренировки в день на сборах, большое количество ребят приехали, вот, то есть там обменяем все опытом, отрабатываем разные ситуации, которые могут действительно произойти в бою. Вот, соперник, я знаю, что он мастер спорта международного класса, парень, тоже серьезно настроен, ну, надеемся, что покажем очень хороший, достойный бой и победа будет за нами. Насколько для спортсмена важно выходить на бой в родных стенах? Ну, я думаю, что это очень большая, как бы, ответственность, ну, все равно на спортсмене лежит, так как охота показать себя максимально, ну, хорошо отстоять, так сказать, честь города, честь своей команды, показать, насколько здесь, ну, профессионализм, так сказать. Вот, поэтому выложимся на сто процентов. Шараф, Алтайский край представит семь спортсменов, каковы шансы и что за бои нас будут ждать? В целом в карде или непосредственно наших алтайских ребят? Давай про Алтайский край. Ну, про Алтайский край у всех на самом деле такие мы, честно говоря, могли найти и мертвых соперников, да, так скажем. Проходимых. Ну, проходимых, да. Просто это в спорте такое сленговое обозначение. Но мы не стали идти по этому пути и сделали более-менее равные поединки, чтобы ребята получили опыт. И мы посмотрели, например, если покажут красочный поединок и выигрывают бой, подпишут на долгосрочный контракт и уже ворвутся в титульную гонку в организацию. А после титульной гонки, если ты становишься чемпионом, у тебя есть все шансы попасть уже за океан. И в связи с этим, как бы мы не стали делать проходимых ребят, хотим посмотреть, как покажут ребята себя, достойны они этой победы или нет контракта. Матчи будут показывать, бои будут показывать на матч боец, да, плюс будет Александр Загорский, всем известный ринканонсер. Какие еще будут плюшки, так сказать, на этом турнире? Ну, на самом деле, Лига в топ-10 ходит по миру, и все понимаете, что уже не первый турнир они провели по всему, скажем, постсоветскому пространству, да. И на самом деле, Загорский, свет, звук, матч ТВ, элементы шоу, будут музыканты, будет реально такой крутой вечер не только боев, ну, и крутой вечер, чтобы прийти семейной парой, посмотреть, ну, да, может быть, это может быть для кого-то и жестоко, и жестко, но это смотреть, может, со стороны спортивных состязаний, прийти, посмотреть, насладиться там музыкой, фаер-шоу, так скажем, и еще посмотреть спортивную часть соревнований. Так что, я думаю, приятный вечер в субботу, вместо, например, какой-то гулянки определенной. Тоже верно. А спортсмены приедут из разных стран, расскажи, какие страны будут представлены, и когда они уже приедут в Россию? Из ближнего зарубежья приедут представители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, из дальнего зарубежья, скажем, приедут бразильцы, израильтяне, с Европы приедут ребята. Ну, на самом деле, просто ростер бойцов этой лиги очень большой, и, ну, нам просто повезло, что там попались, да, иностранцы в наш карт, там очередность, рейтинги и так далее. Мы уже по карту не выбираем, кто дерется. Организации есть, матчмейкеры, которые видят для определенного турнира определенных бойцов. И местные ребята, так скажем, ну, в приоритете, чтобы там публика поболела за своих, приехали соседние города, сибиряки, и также поболели за своих ребят, также представители из Новосибирска, Кемеровской области, Омской и так далее. Ну, получается, вся Сибирь почти что дерется, Красноярск тоже в том числе. Колин, давай немножко про твою тактику боя расскажем, я думаю, твой соперник не будет смотреть наше интервью. Ну, а что ты для него готовишь и в каком направлении планируешь вести бой? Ну, если, я думаю, это не секрет. Ну, вообще у нас будет, как бы, целых 15 минут, чтобы показать друг другу, на что мы способны. Горячие танцы. Да, будет очень, думаю, горячий вечер. Вот. Ну, на самом деле, тактика, как бы, как, ну, простая, грубо говоря, да, там, первый раунд, нужно выйти, посмотреть, что может противник, что могу я с ним сделать, да. Ну, и, конечно... Но это не точно. Но это не точно, да. Пока есть план, мы будем придерживаться. У нас был план, мы будем придерживаться. Для первого пропущенного удара. Да, в теории, как бы, это, как всегда говорится, легко, а когда выходишь, там, это бой, и, может быть, все, нужно быть готовым ко всему, так, как снизу, грубо говоря, как в партере, так и в стойке. Вот. Вот. Ну, я считаю, что мы на очень хорошем уровне, в принципе, подойдем к этому турниру. Вы изучали соперника, смотрели, бои, прошлые. Чем он хорош? Ну, соперник, в принципе, обладает ударной техникой и борцовской. Вот. Но, я думаю, везде можно будет с ним показать, ну, как сказать, хороший бой, такую хорошую зарубу. Лазейки есть везде, да? Да. Сараф, я знаю, что три титульных боя будет на этом турнире, и, насколько я знаю, когда готовился к интервью, это, ну, такое, что-то из рубрики «Редкость». Да? Почему три титульных боя именно на нашем турнире? Ну, в связи с этим просто сделали, так скажем, пару запасных, потому что боятся, чтобы что-то слетело. Ну, и на самом деле такое может быть, потому что, ну, сами знаете, представляете, профессиональный спортсмен готовится по три месяца к поединку и так далее. Можно получить любую травму там на любой тренировке, но каждый спортсмен не хочет получить эту травму, потому что приходится тратить определенные средства на подготовку. Ну, а мы все деремся, так скажем, понятно, там, за страну, за флаг и так далее, но кормить чем-то надо, и спортсмен готовится ради гонорара, чтобы хотя бы оплатить, отбить и заработать на этом. Ну, как минимум, чтобы не бесплатно тратил здоровье. Какие вообще качества не должен обладать спортсмен, либо звание, чтобы вот в этой лиге ему выступать? То есть есть ли у нас еще в Алтайском крае, помимо тех семи человек, которые еще достойны выступать? Ну, мы сейчас, на данный момент, хотим сделать этот ежегодный турнир. И мы, как правило, скорее всего, будем делать определенный отбор на этот турнир среди любителей, чтобы была возможность у нас попасть в профессионалы, кто хочет желания. Ну, конечно, самое главное – это желание, пахота, какие-то особые моменты там в плане достижения. Ну, понятно, что ты не должен быть новичком и так далее, у тебя должен быть бэкграунд определенный, любительский. Ну, будем проводить отборы, смотреть. На самом деле, желающих и претендентов очень много. У нас определенное количество кофт было на этом турнире, которые там алтайские ребята могут выступить, там, 7-8 квот. И теперь ежегодно мы будем, как говорится, подстраиваться, выставлять ребят достойных и так далее. Организовать любой турнир очень сложно, международный турнир максимально сложно организовать, тем более еще и питообстановка. Как сейчас с организаторской точки зрения у нас обстоят дела? На какой мы стадии? Ну, на самом деле, да, внесли свои коррективы, эпидемия, да, которая определенная по количеству зрителей. Но сейчас все это решается документально, чтобы хотя бы пришли местные ребята поболеть за своих, чтобы хотя бы разрешили определенное количество зрителей. Потому что мы делаем в основном этот турнир, вкладывая деньги, не как-то заработать, поверьте, тут не заработаешь на этом турнире. А именно, чтобы городу сделать подарок и ребятам была возможность подраться, заработать денег, показать себя. Так что работаем в этом направлении, думаю, у нас все получится. Вот, Шаров, у тебя уже, можно так сказать, опыт и спортсмена, и тренера. Самая высокая ступень для спортсмена в ММА, то есть Олимп, это какая? Среди профессионалов? Да, давай будем среди профессионалов. Ну, все хотят уйти из-за океана. Ну, так скажем, ну, потому что там больше денег, это раз, для профессионала это основная составляющая, потому что ты, ну, это становится твоей работой, основной заработок. И, во-вторых, популярность, да, так скажем. Ну, и, в принципе, даже когда ты возвращаешься с океана в Россию, ты уже стоишь по гонорарам больше, чем, например, если ты будешь тратся в России. Так что, ну, все стремятся туда, каждый рядовой хочет стать генералом, так скажем. А там сейчас это высокие чины. Ну, если, я думаю, у нас отечественное смешанное единоборство уже поднимаются на уровень высокий, потому что есть громкие бои такие, да, там мы знаем, как Минеев, Исмаилов, Шлеменко, Исмаилов. Мы видим, что уже такие бои тоже могут зарабатывать очень хорошие суммы и популярные. И зрители хотят это видеть, тем более сейчас у нас, так, время хайпа, скажем так. Без него никуда. Да, без него никуда, ну, скажем, с нашим менталитетом, который уже там не перебарщивает и так далее, там, не заходить за черту. Есть возможность заработать уже и в России, но для этого тебе надо заработать свое имя и показать качество боев. Коль, Олимп для тебя, это какой уровень? Тоже океан? Ну, вообще, да, правильно сказал Шараф, что каждый лейтенант, грубо говоря, хочет стать генералом. Вот, да, в любом случае нужно стремиться к самой высокой вершине. Хотелось бы, конечно, попробовать там и в Белатере, да, там, и UFC, там, ну, такие, как бы, мечта такая, так сказать, большая. Вот, но сейчас ближайшие цели, на самом деле, это отработать в этом турнире, да, показать себя. Ну, и, конечно, цель это подписаться на ту лигу. Очень большое желание, конечно, есть. И там уже дойти до уровня, то есть встретиться с чемпионом этой лиги. Мы будем верить, что все получится. На этом наше время к большому сожалению подходит к концу. Встречаемся 5 февраля в Читов-арене на 17-м международном турнире Open FC и поддержим наших бойцов. Продолжение следует...